Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Руслан ЖКФ. Сегодня день войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Свой официальный праздничный день Управления Росгвардии России по Карачаевой-Черкесии исполнилось 7 лет. Сегодня сотрудники территориального органа масштабно его отметили в столичном Доме культуры. Торжественное событие – репортаж Фатимы Дауровой. До начала официальной церемонии празднования дружное братье региональных печатных СМИ в неформальной дружеской обстановке поздравило сотрудников Росгвардии. Праздничное угощение, традиционную халву подали с лирическими строками собственного сочинения главного редактора газеты «Карачай» Альберта Узденова. Мы всегда знамя гордо держали, лёгкой славы себе не просили. Мы стальная броня для державы, мы гвардейцы великой России. Официальная часть мероприятия началась с торжественного вноса знамён почётным караулом войск Национальной гвардии Карачаева-Черкесии и исполнения государственных гимнов страны и республики. Минутой молчания росгвардейцы почтили память сослуживцев, безвременно ушедших из жизни в разные годы при исполнении служебного и боевого долгов. После, с приветственными словами поздравления к сотрудникам территориального органа, обратился глава республики Рашид Тимрезов. Он отметил, что на протяжении семи лет военнослужащие и сотрудники управления успешно выполняют задачи, поставленные президентом страны по охране общественной безопасности, быстро и чётко реагируют на все вызовы и изменения в обществе. Управление войск Национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской республике состоялось во многом, в первую очередь, благодаря вашему личному профессионализму, вашему служению нашей Родине. Конечно же, здесь большая заслуга и ветеранов, и тех, кто стояли у истоков создания нашего управления. И первый руководитель, Рашид Андреевич Столпогаров, Андрей Владимирович Парковенко достойно принял эту эстафету. И сегодня, я считаю, что управление Росгварди по Карачаево-Черкесии является одной из самых лучших. Глава региона вручила отличившимся в профессии государственные награды по поручению президента России Владимира Путина, а также почётные награды Карачаево-Черкесии. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени с мечами теперь будет достойно украшать грудь замкомандира специального отряда быстрого реагирования «Клинок». Его сослуживец, заместитель командира ОМОН «Мустанг» управления Росгвардии Карачаево-Черкесии, из рук главы также удостоился аналогичной награды второй степени. Бойцы и командиры подразделения специального назначения достойно представляют интересы Отечества в зоне проведения спецопераций. Конечно, я о доме думаешь и думаешь обо всех. Бывает даже так, о прожитых годах, надо начинать думать, насколько это было серьёзно, был сделан выбор в то время, в далёкое время. Не жалеем ни на секунду, не жалеем ни в чём. Не то, что я так считаю. Время показало, что мы там оказались в нужное время. Мы это делаем правильно. И на сегодняшний день, как бы это ни звучало громко, победа будет за нами. Более 40 сотрудников Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии были награждены и поощрены различными правительственными и ведомственными наградами, благодарственными письмами и медалями. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом. Фатима Даурова Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево-Черкесия. В Рубском районе открылся первый в республике центр общения старшего поколения. Базой для центра стало здание клиентской службы Социального фонда России по Карачаево-Черкесии. Торжественная церемония открытия прошла в станице Преградной. Подробности у Алива Ташева. Красная лента перерезана, центр досуга открыт. Кроме множества высоких гостей, радость торжества подчеркивал музыкальный подарок от группы «Иволга». Несколько компьютеров, подключенных к интернету, библиотека, шахматы, уголок здоровья, где можно померить давление при необходимости оказать первую медицинскую помощь. Все это для того, чтобы каждый посетитель мог украсить свой досуг и пообщаться со сверстниками, говорили собравшиеся. По Российской Федерации социальный фонд открыл на сегодняшний день около 100 таких центров в 73 регионах. И мы вот сегодня 74 регион, которые тоже вступили в эту программу. В любом обществе забота о старшем поколении это должно быть свято. Поэтому я, во-первых, поздравляю с открытием, во-вторых, огромное спасибо вам пожилым людям. Я желаю крепкого здоровья, позитива. Каждый позитив, он продляет на несколько лет жизни, поэтому, чтобы этот центр приносил вам радость. В центре досуга планируют организовать шахматный клуб, проводить различные конкурсы и мастер-классы по рукоделю, декоративно-прикладному творчеству и кулинарии. Лекции по финансовой и пенсионной грамотности, юридические консультации. Приглашать интересных гостей. Пенсионер Людмила Стригина считает, что открытие центра для людей старшего поколения – это возможности развиваться и делать жизнь более интересной. От имени людей серебряного возраста хочу сказать, что идея открытия дома для взрослого населения в Уруповском районе – сама по себе идея хороша и нужна. Ну, не только же мы на огородах живем. Нам хочется встречаться, общаться, вспоминать. Ну, а без компьютеров сегодня жизнь просто невозможна. Мы идем в ногу со временем. Сюда будут люди приходить, будут немножко и отдыхать, и выпустят пар, расскажут о своих этих. И мы, естественно, будем сообща, решать, помогать друг другу и людям. Первые посетители центра с удовольствием пообщались с серебряными волонтерами, прибывшими из республиканской столицы. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Урупский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. В горах местами минус 3, плюс 2. Днем плюс 17, плюс 22. В горах местами плюс 9, плюс 14 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днем плюс 19, плюс 21 градусов. В картинной галерее открылась выставка двигающихся, говорящих и поющих героев из любимых советских сказок и мультфильмов. Ждем вас ежедневно с 10 до 19 часов. Выходной понедельник. Сотелла «Мебель». Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2 этаж. Телефон 8-952-836-47-03. Мы будем помнить его героический подвиг. В актовом зале Качагу имени Умара Алиева состоялась премьера документального фильма, посвященного герою России, генерал-майору авиации Канамату Баташеву. Картина снята командой государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Кубанькино». Авторам удалось ярко показать жизненный путь легендарного летчика. На презентации фильма побывал и Алихан Лепшоков. Его путь был предначертан с детства. Стать воином, стать героем. Так старшие в родном ауле будут рассказывать о Канамате Баташеве позже. С первых минут документальный фильм о жизни героического летчика, героя России, генерал-майора Канамата Баташева, буквально заставляет проникнуться мужественным духом этого храброго воина. Авторы картины со символическим названием «Крылья» раскрыли Канамата Хусеевича как личность, который был настоящим патриотом своей страны и навсегда вписал свое имя в историю России. Его подвиг запал мне душу, и мы задались целью обязательно рассказать о нем нашему российскому зрителю, который ценой собственной жизни совершил подвиг, отметила режиссер кинокартины Ирина Сынкова. Поразило, что когда он отправился в зону специальной военной операции, ему было 62 года. А потом там ему исполнилось 63 года, а через два дня он погиб. Это был осознанный шаг. То есть получается человек, рожденный в Советском Союзе, не утратил веру в свое отечество, любил свою родину, любил Россию. А когда отечеству стало грозить опасность, он незамедлительно принял решение отправиться в зону специальной военной операции. Зрители своими глазами увидели становление сельского мальчишки в цельную личность, который прошел долгий путь и стал профессионалом в сфере авиации. Документальный фильм изобилует воспоминаниям его сельчан, друзей и коллег. Первыми зрителями кино стали представители правительства, общественники, гости и жители Карачаевска. От имени главы республики благодарил свою мышную группу фильма заместитель руководителя администрации главы правительства Карачаева Черкесии Марат Хубиев и вручил благодарственные письма. Я хочу отметить глубокий смысл данного произведения, данного фильма, как в воспитательном плане, а также в увековечении памяти о наших героях, которые отдали свои жизни за нашу свободу. Зал не мог сдержать эмоции. Чувство гордости и восхищения жизнью генерал-майора Канамата Баташева можно было видеть в лицах зрителей. Именно на подвиге таких людей должна воспитываться наша молодежь, отметил исполняющий обязанности ректора КЧГУ Талсултан Узденов. Этот фильм, конечно же, про героизм, отвагу, мужество, честь, но это еще история про воспитание и культуру в широком смысле слова. Также выразили благодарность съемочной команде Кубань кино и члены различных ветеранских организаций, а также представители региональной общественной организации Карача-Ланхалк. «Я убежден, судьба Канамата должна была завершиться именно так героически», отметил младший брат героя Мурадин Баташев. «Вот этот героический подвиг – это не какая-то случайность, а это закономерность. В фильме они очень отчетливо показали, что весь жизненный путь Канамата – это героический подвиг уже был». В ближайшее время состоится показ фильма «Крылья в Краснодаре». После кинолента пойдет в прокат. Алиханеп Шоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сегодня Карачаево-Черкесию посетили участники автопробега «Наша Великая Родина». Ранее этапы этой патриотической акции прошли в нескольких, в том числе, новых регионах России. С участниками автопробега встретился Артур Мкце. Эта патриотическая акция, посвященная 78-летию победы в Великой Отечественной войне, стартовала 17 марта в Мелитополе Запорожской области. Ногайский район стал первой остановкой участников автопробега «Наша Великая Родина». А перед этим они побывали в Херсонской области, Крыму, Севастополе, посетили Краснодарский край и Ставрополье. Далее маршрут автопробега был проложен через региональную столицу. В парке «Победы» участников акции встречали воспитанники патриотических организаций республики, представители органов власти, политических и общественных объединений. Я считаю, такие акции важны, потому что мы сохраняем память о подвигах наших дедов и прадедов. И такими акциями мы чтим их память. Среди приехавших в этот день в Карачао-Черкесию были жители новых российских регионов. По мнению ребят, таким автопробегом они как бы напоминают остальным гражданам страны о необходимости помнить страницы истории своей родины, гордиться её прошлым. Очень сильно нужна, чтобы люди не забывали о нашей истории, о нашей великой родине. А где уже успели побывать? Мы уже объездили весь Крым. И на пути сюда были в Краснодаре, в разных городах. Приехали в Черкесск. Организаторы акции рассказали о том, для чего был необходим этот автопробег. Поделились впечатлениями от встреч с жителями регионов. Везде, в каждом городе мы разворачиваем масштабную копию Знамени Победы. Ту копию Знамени Победы, которую мы планируем в этом году вынести в голове колонны Бессмертного полка на Красную площадь в Москве 9 мая. Были в Крыму, были в Севастополе, вот Краснодарский край, Республика Абхазия. По окончании торжественной части мероприятия участники акции развернули 200-метровую копию Знамени Победы. Таким образом, как бы передавая эстафету от героического прошлого к не менее важным событиям настоящего и будущего. Артур Мухцелий Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Автоинспекторы Карачаева-Черкесии провели в региональной столице профилактическую акцию «Пристегни самое дорогое». По данным статистики, за первые два месяца текущего года на дорогах республики зарегистрировано 4 ДТП с участием детей-пассажиров. В них один ребенок погиб, еще пятеро получили травмы. Автоинспекторы совместно с юными помощниками ГИБДД из 11-й городской школы и молодежкой Народного фронта объясняли водителям о необходимости соблюдать требования к безопасной перевозке юных пассажиров. Наша первоочередная задача – это донести до родителей, до водителей и, в принципе, в целом до общества, что детей необходимо перевозить в салоне автомобиля обязательно в детских удерживающих устройствах, либо, если это идет речь о более взрослом возрасте, то пристегивать ремнями безопасности. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Заполярный вальс». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова